Здравствуйте! В информационной студии Татьяна Ковалевская и коротко о событиях города и края. Еженедельное аппаратное совещание состоялось в администрации округа в понедельник 22 июня. Руководители службы управления рассказали о проделанной работе, поделились планами. Подробности расскажем в первом сюжете. Отдел социальной поддержки населения работает в штатном режиме. Консультации предоставляются по телефону, прием документов осуществляется в многофункциональном центре. Елена Грицени уточнила информацию для граждан, проживающих в частном секторе и имеющих право на денежные выплаты для приобретения твердого топлива. У нас отопительный сезон начинает действовать с сентября 2019 года и заканчивается в августе 2020 года. За этот период к нам обратилось мало граждан и дополнительных разговорей за доставлением в данный мир социальной поддержки. То есть, из-за того, что у нас сложно приобрести топливо с поддержными документами, у топливослужающих организаций, граждан, не имеют права по нормативным документам Туморского края, обратиться к нам просто в заявительную форму. То есть, обращаются, пишут заявление, им предоставляется денежная выплата на приобретение твердого топлива. В августе 2020 года у нас заканчивается этот отопительный сезон. И те, кто не обратился еще за этот период, с сентября 2019 года по август 2020 года, если до конца августа еще не обратятся к нам, то данный мир социальной поддержки у них будет утрачено. Поэтому у меня просьба по всем гражданам в категории, проживающих в нашей территории, в частном секторе. И кто не обратился, обратиться по нашим единым контрактным телефонам за консультацией. Управление пенсионного фонда ведет прием граждан по предварительной записи. Единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет получили 99% заявителей. Центральная городская больница работает по плану. Пациент с коронавирусом наблюдается на дому. Болезнь протекает бессимптомно. По последним данным возрастом, бессимптомные пациенты, они не заразны для окружающих. Мы его наблюдаем, он соблюдает режим самоизоляции, проблем никаких нет, получает все лечение. Сегодня у него повторный забор будет выполнен. Поэтому в этом вопросе у нас сложнее не должно быть. Начинается активная организационная работа по поликлинике. Мы уже заказали открытую регистратуру, полуцентр. Я так думаю, что где-то, наверное, с августа-сентября у нас будет один единый телефон. Если у нас 3.15.95, не будет должностных телефонов, у нас отдельно детская, отдельно взрослая, отдельно женская консультация. 43 материала было рассмотрено административной комиссией на заседании в среду 17 июня. Пятеро граждан обратились в орган с разными жалобами. Комиссия начала работу по выявлению предпринимателей, осуществляющих сброс отходов деревообработки в районе 27-го ключа. Проводится сейчас работа по сбросу горбуля в установленных местах, ну, в том числе и по 27-му ключу. Работа проводится отдельно, потом наложил. Я все не понимаю, по 27-му ключу у вас уже материал собран, фотографии, протоколы. Ну, все, обращайтесь в суд, пусть суд обязывает вывозить эти все древесные отходы, это право они там складированы. Также мы занимаемся отделом благоустройства, занимаемся очисткой городом, мусор убираем, занимаемся опосом травы вдоль дороги, по улицам. Подолжаем обеззараживать совместно с ветеринарной службой места общего пользования. Подготавливаем видеоподготовительные работы для запуска фонтана. Транспорт работает, проблем нет. К своим обязанностям приступил директор филиала «Примавтодор» в Дальнегорске Сергей Погодаев. Глава округа отметил, что с его приходом в филиале изменится штатное расписание. Дорожной техникой пополнится автопарк. Дорожная служба работала по ходу мысловим, понятно, что дождей мешает производить работу. А так, до Китова арбюдировал, лидер ломается, ремонтирует, сделает. По городу замечание, что голос от вас, да, решили комплексно все знаки выравнивать и окраской все это у нас пройдет. А так, до погоды все зависит, конечно, будет. На этой неделе мы должны доставить порядка 400 проб для вторичного исследования на Аликоскоп на Рогатого Сота. Из них у нас будет 315 проб, это вся стопермерское хозяйство, и порядка 50 проб, это будет у нас частный сектор. Результаты у нас будут на следующей неделе, они для больших. Роспотребнадзор за неделю зарегистрировал по одному случаю кишечной инфекции, пищевой токсикой инфекции, туберкулеза, 19 случаев небольничной пневмонии, 2 энтеробиоза и 2 чесотки, 1 ковид-19, дважды укусы животными, 20 случаев присасывания клещей. Территория присасывания в основном это идет за город, дачи, значит, опять же повторюсь, на даме Горького регистрируется еженедельно на случай, наверное, это недели 2 присасывания. Район побережья, грудная пристань, это смычка, Васьково, тоже 2 случая, то есть еженедельно регистрируется, на кладбище Краснореченск один случай. По профилактике клещевой инфекции, значит, нужно необходимо применять ряд мер, это как средства индивидуальной защиты, использовать репелленты, осмотр проводить. Нельзя забывать, что у нас, в общем-то, район эпидемичный по клещевому энцефалиту. По заболеваемости ОАЗ и гриппом зарегистрировано на 50 случаев, в принципе, на уровне прошлой недели, поэтому эта обстановка не напрягает. В Приморском крае началось исследование, которое поможет определить иммунитет населения к коронавирусной инфекции. Бесплатное тестирование на антитела проводится среди здорового детского и взрослого населения, вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания. Все желающие принять участие в тестировании должны пройти анкетирование на сайте Роспотребнадзора до 29 июня. По итогам анкетирования будут определены участники тестирования. Центр здравоохранения работает по-прежнему в дистанционном режиме. На прошлой неделе вступило в силу постановление правительства 844-е, которое расширяет меры поддержки безработных. Так, на три месяца продлевается пособие по безработице для тех, которые утратили право после 1 марта в связи с течением срока. Минимальное пособие увеличено в три раза, то есть данный размер в мае по июнь месяц составляет 5400. Также индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта, получат пособие по безработице в максимальном размере. Максимальный размер составляет 14556. И также расширено число семей, имеющих право к пособию по безработице, выплату на каждого ребенка в размере 3000 рублей. За неделю пожарные подразделения один раз выезжали на тушение пожара, дважды на аварийно-спасательные работы. Еще одна автосистерна пополнила парк спецмашин 37-й пожарной части. Мы ее распределили в село Каменка, там нет машин с большим вывозом воды. Сейчас мы ее осматриваем, приводим в порядок и отправляем в Каменку. То есть у нас деревня Каменка будет прикрыта со временем нового средства. Все мероприятия, согласно плану распорядка дня, на этой неделе большая отправка 25-го числа в пятницу. Примтеплоэнерго работает в штатном режиме. Основные котельные предприятия работают на обеспечение округа горячей водой. Специалисты занимаются ремонтом теплотрассы на разных участках. 22 июня, в День памяти и скорби, губернатор Приморского края Олег Кожемяка возложил цветы к вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОВ» во Владивостоке. Память героев почтили минутой молчания. В мероприятии приняли участие представители Приморского краевого совета ветеранов, курсанты МВД ТОВ. Олег Кожемяка подчеркнул, что 22 июня 1941 года советские передовые части у границы проявили настоящее мужество и героизм. И важнейшая задача сегодня – помнить о подвиге тех, кто не жалел себя для победы над фашизмом. Эта заслуженная победа будет жить в нашей памяти, передаваемой из поколения в поколение. В статусе крупной мировой державы Россия сегодня обладает мощным флотом, вооруженными силами, способными противостоять любой агрессии. Это надо беречь и приумножать, и никогда больше не допускать подобных трагедий на территории нашей страны, отметил глава Приморья. Вместе с участниками церемонии губернатор возложил цветы к вечному огню и почтил память погибших в Великую Отечественную войну минутой молчания. Все желающие также смогли поучаствовать в благотворительной акции «Красная гвоздика». 111 лет со дня образования кинологических подразделений МВД России. В нашей стране праздник отмечают с 21 июня 1909 года. Именно с этой даты началась история служебного собаководства. Подробности в материале наших коллег из прислужбы МВД России по Приморскому краю. Выезды на мероприятия, участие в патрулированиях, дежурство в составе групп задержания – все это видимая часть работы этой службы. За кадром же остается нелегкий труд кинолога, который должен воспитать свою собаку с щенячьего возраста, чтобы она была готова к службе. А для этого ему и самому нужно быть подкованным и в психологии, и в физиологии животного. В штате Приморской полиции 172 должности специалистов-кинологов, которые входят в состав патрульно-постовой службы, конвойных подразделений, изоляторов, временного содержания, а также специальных кинологических подразделений в отделах полиции на территории Приморского края. В настоящее время в кинологическом центре МВД России по Приморскому краю содержится 151 служебная собака и щенки по различным направлениям службы. Собаки обучены для работы по запаховому следу человека, поиску взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ. В текущем году осуществлено 616 выездов на места происшествий с участием служебных собак. Для комплектования кинологических подразделений служебными собаками в Центре кинологической службы УМВД России по Приморскому краю создано отделение по разведению и выращиванию служебных собак. Немалую долю выездов специалистов кинологической службы составляет проведение профилактической работы на территории Приморского края. Особое внимание уделяется охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, профилактике распространения наркотиков в образовательных учреждениях. Примеров плодотворной работы кинологов со служебными собаками много. У каждого полицейского наберется достаточно историй об успешной деятельности своих подопечных. Так служебно-розыскная собака по кличке Энджи вывела полицейских на след подозреваемого в совершении разбойного нападения на пожилую женщину в городе Партизанске. Благодаря этому сотрудники полиции задержали злоумышленника, укравшего сумку потерпевшей. В отделе полиции 30-летний ранее судимый гражданин дал признательные показания. В находке служебная овчарка по кличке Орион помогла обнаружить наркотические вещества. У 48-летнего мужчины обнаружен пакет, в котором находилась пластиковая бутылка, а также электронные весы. В ходе проведения криминалистического исследования установлено, что в емкости находилось наркотическое средство – героин, диацетил, морфин, общей массой свыше 400 граммов. Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В Хасанском районе служебная овчарка по кличке Рэм по запаховому следу помогла раскрыть кражу. Собака привела полицейских не только к месту, где волокли металлические конструкции с последующей погрузкой на мотоцикл, но и к частному дому, где мог скрываться предполагаемый преступник. Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции, где они признались в содеянном и указали местонахождение похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело. Руководителем кинологической службы УМВД России по Приморскому краю является капитан полиции Василий Трошкин. Отметим, что Приморье не раз становилось местом встречи кинологов со всей страны. Центр кинологической службы краевого УМВД по своей оснащенности – один из лучших среди кинологических служб МВД России. На базе Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России организован факультет заочного обучения и повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел, одно из направлений которого – повышение квалификации специалистов-кинологов. Руководство и личный состав УМВД России по Приморскому краю поздравили сотрудников Центра кинологической службы с профессиональным праздником, пожелав взаимопонимания со своими воспитанниками и успеха в службе. Попала в 2013 году, всегда занималась собаками, дома были собаки, нравилась эта работа и узнала, что есть такая служба у нас в крае, кинологическая, и решила попробовать. Взяли. Услужим мы фактически с 2014 года, то есть мы прошли подготовку, обучение, все проходят, все кинологи проходят обучение, и начали непосредственно выполнять свою работу с 2014 года. Выезжаем, получается, на дежурных сутках, на происшествия, связанные с профилем работы. Находим. Находим часто. Героически? Ну, он находит, да, уже тогда, когда говорят, да нет, уже нету, наверное, давайте пойдем, и раз собака с сигнальным поведением обозначает все-таки, и не зря, не зря приезжали. В Приморском крае полицейские поздравили медиков в погонах с профессиональным праздником. Подробности в сюжете наших коллег из Пресс-службы МВД России по Приморскому краю. Медицинская служба при Приморском управлении НКВД была создана в 1927 году. За прошедшее время уже в составе МВД России сформировалась в эффективную систему ведомственной медицинской помощи. Оказание помощи сотрудникам полиции и членам их семей, высокий уровень подготовки, внедрение реабилитационных программ, повышение технической оснащенности диагностических служб – приоритетные задачи, стоящие перед сотрудниками медсанчасти у МВД России по Приморскому краю. Во главе медико-санитарной части Приморской полиции стоит полковник внутренней службы Игорь Степанченко. Личный состав МСЧ насчитывает 116 врачей, 127 медицинских сестер и 77 человек младшего медицинского персонала. Базовым подразделением медико-санитарной части является поликлиника, в состав которой входят 6 здравпунктов, расположенных в крупных районах края. Еще одним учреждением, входящим в состав медчасти, является госпиталь. Здесь же организовано тесное взаимодействие с Владивостокским государственным медицинским университетом. На базе госпиталя много лет успешно работают кафедры хирургии и клинической фармакологии. В 1997 году здесь создано отделение экстренной медицинской помощи для обеспечения сотрудников в условиях боевых действий или чрезвычайных ситуаций. Специалисты этого отделения, как и многие сотрудники медико-санитарной части, имеют боевой опыт. Пять приморских врачей являются ветеранами боевых действий, четыре сотрудника удостоены государственных наград, среди которых медаль Ордена за заслуги перед Отечеством, медали за отвагу, за отличие в охране общественного порядка. Не менее важную задачу выполняют сотрудники Центра психологической диагностики. Их обязанность – вовремя увидеть малейшие изменения психологического состояния полицейского, предупредить возможные проблемы в будущем, помочь справиться с нагрузками и усталостью. Сейчас медицинские работники стали главными героями во всем мире. Они находятся на передовой линии фронта в борьбе с пандемией, круглосуточно борются за жизни своих пациентов. Мы благодарим всех медиков, которые помогли множеству людей победить коронавирусную инфекцию, и тех, кто продолжает заниматься повседневной деятельностью, проводя уникальные операции и возвращая к жизни людей. Сотрудники полиции сейчас тоже находятся в зоне риска. С самого начала пандемии по сегодняшний день они продолжают нести службу. Полицейские помогают медикам и специалистам Роспотребнадзора. И нагрузка на сотрудников органов внутренних дел существенно возросла. За состоянием их здоровья все это время непрерывно следят сотрудники медико-санитарной части. Высшая ценность государства и общества – человек. Обязанность полицейских – защитить права и законные интересы гражданина. А обязанность медиков в погонах – защитить здоровье стражей порядка, обеспечить лечение и оказать психологическую помощь людям, ежедневно сталкивающимся со стрессовыми ситуациями и агрессией. Руководство и личный состав Управления МВД России по Приморскому краю от всей души поздравляют сотрудников медико-санитарной части с Днём медицинского работника, желают благополучия и взаимопонимания в семьях, крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности, профессионального роста. Сотрудники и работники медико-санитарной части и госпитали в частности высоко несут знамя ведомственной медицины, находятся на передовых позициях по охране здоровья сотрудников органах внутренних дел. И поэтому с наступающим праздником медицинского работника поздравляю всех коллег государственной системы здравоохранения, ведомственной системы здравоохранения, а также всех причастных к этому хорошему, доброму празднику. Добрый день, уважаемые коллеги! 21 июня медицинские работники нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. По-моему, сегодня и как никогда каждый гражданин осознал важность нашей профессии. У нас с вами специфические задачи. Задачи по охране здоровья сотрудников полиции, пенсионеров и членов их семей. Медицинский работник – это не просто профессия, это образ мышления, способность сопереживать и помогать людям. Низкий поклон вам за ваш труд. Хочу свои слова обратить не только к врачам, медицинским сестрам и санитаркам, но и к работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность медицинских подразделений медико-санитарной части. От себя, и от себя лично, и от руководства воды по Приморскому краю желаю вам крепкого здоровья, вам, вашим близким, мира, спокойствия. Пусть радость и счастье остаются вашими спутниками. С праздником! Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания! Спасибо, что вы с нами!